Релаканты, иммигранты, переселенцы или беженцы? Я отношусь к так называемым политическим иммигрантам. Фейлстейд перебурится как провалившееся государство. От судьбы Казахстана зависит судьба России. Грубо скажем, ватников. Затеев такую войну, Путин поставил на кон Россию. Человек не животное, ко всему привыкает. С окончанием войны проблемы для России не заканчиваются. Общий привет! До старых, с вами я, Вадим Марийко. и канал Гиперболей. Сегодня будем говорить о россиянах, переехавших в Казахстан после начала войны в Украине. Сначала спросим себя, сколько их? 13 декабря Комитет по миграции, Министерство труда и социальной защиты населения сообщил. С начала года около 3 миллионов россиян приехали в Казахстан. Выехало примерно такое же количество. С начала объявления частичной мобилизации, а это 21 сентября. В нашу страну прибыли 837 тысяч, а выехали 780 тысяч. На сегодняшний день в стране находится 298 тысяч россиян. Из них 30 тысяч работают в соответствии с договорами и зарегистрированы на бирже труда. Моя сегодняшняя собеседница, коллега, журналистка из Бурятии, из Улан-Удэ, Евгения Балтатарова. Сейчас начнем, а пока подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем ежедневном выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И я всегда искренне благодарен вам за донаты, которые вы присылаете. Копку Ахмед. Огромное всем спасибо. Вы с Бургамез, мы делаем гиперпорей вместе. Начинаем. Женя, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Для начала давайте определимся с терминами. Как бы вы назвали россиян, которые переехали в Казахстан? Это релаканты, иммигранты, переселенцы или беженцы? Я скажу, что сразу все и сразу, потому что россияне бегут разные, то есть переезжают в Казахстан и релаканты со своими компаниями, и люди, которые фактически спасают свою жизнь из-за того, что происходит в России, из-за военного конфликта с Украиной. Поэтому нынешняя эмиграция из России, она вот такая многокомпонентная, очень интересная. И я думаю, это предмет изучения обще-социологов и сейчас, и в будущем. Результаты могут быть очень интересными по этому поводу. Когда и почему вы приехали в Казахстан? Я отношусь к так называемым политическим эмигрантам, которые убежали из своей страны от преследования властей. Я приехала в Казахстан в марте, то есть я была одной из первых беженцев из России. Тогда еще большого потока не было, тогда только-только пытались релакцироваться к компании. 8 марта я была уже в Астане. Такой женский праздник у меня был. Я в Бурятии, в России преследовалась из-за своей антивоенной позиции, потому что сразу же с началом войны я ее придерживалась, я говорила правду о том, что происходит. И, значит, у меня сперва провели обыски, потом были допросы. И в скором времени я поняла, что будет принят закон о так называемых фейках о российской армии, о действиях российской армии в Украине. Ну, то есть то, что фейками считает, так скажем, российское государство. И этот закон приняли 4 марта, по-моему, и там сумасшедшие сроки до 15 лет лишения свободы. Соответственно, я приняла решение, что я в любом случае подпадаю, потому что закон имеет обратную силу, то есть можно наказать человека, который говорил что-то до принятия этого закона. Поэтому я уехала. Я уехала сперва в Узбекистан, в Ташкент, и буквально на следующий день я прилетела в Астану. Вот так я здесь и оказалась. В каких СМИ вы работали у себя на родине? Я вообще в журналистике достаточно давно, ну, где-то лет, если так подумать, 20, наверное. И я за это время работала в ведущих газетных изданиях и вообще газетный журналист. Наверное, эти названия вам ничего не скажут, да, но это был номер один, информполис, такие вот бурятские издания, очень известные, самые тиражные. Но время газет потом стало проходить постепенно. Я работала в собственную газету, открывала тоже в свое время центральная газета. У нас такие были классные обложки. Но так как я всегда была оппозиционная и всегда критиковала и расследовала преступления коррупционные власти, ну, чиновников власти и так далее, силовиков, то, конечно, спустя некоторое время на инвесторов моей газеты надавили просто и заставили меня ее закрыть. Вот. Это было после конфликта с мэром города Улан-Удэ. Мы делали расследование о коррупции в сфере перевозок пассажирских, как шикарно живут чиновники и их жены. В общем-то, не стесняются, в Инстаграм выкладывают свои покупки дорогие. Вот. Потом у меня было издание «Республика», оно называлось, это интернет-журнал, который тоже существовал несколько лет, но потом тоже пришлось закрыть из-за нехватка средств. Ну, потому что в такую журналистику России уже давно никто не вкладывает. Если, допустим, еще в Москве какие-то издания оппозиционные могут выжить за счет донатов, ну, люди небедные живут в Москве, да, то региональные издания, конечно, независимые, они просто полностью выкашены. В общем-то, что и создало такую, знаете, благоприятную основу под эту войну, под молчание, это то, что в регионах полностью выкашена независимая журналистика, которая могла бы сейчас встать на защиту, да, рассказывать правду, но вот всех разогнали, всех сослали и так далее. Вот, и последнее время после закрытия сайта я занималась блогингом, у меня в Телеграме блог, в Ютьюбе, так же, как у вас, но с меньшим, естественно, охватом аудитории, но, тем не менее, какой-то доход это приносило. Я также занимаюсь еще и консультациями, я политтехнолог, политолог, вот, и обозреватель, то есть на какие-то другие издания или федеральные я немного работала, в общем, этим я занималась. Прошло больше девяти месяцев с тех пор, как вы приехали, можно ребенка родить уже. А чем вы занимались? Все это время удалось работать по профессии? Да, в общем-то, я не прекращаю антивоенную деятельность, потому что я для себя решила, что раз уж я уехала, да, то хотя бы я должна, если я не могу быть со своим народом, со своими людьми в этот тяжелый час, то хотя бы я должна из-за безопасного более-менее места как-то влиять на умы, как-то доносить информацию. Поэтому, естественно, и мой телеграм-канал «Баба-ига против», кстати, называется. На этом канале я каждый день освещаю что-то, даю как бы ссылки, свое собственное мнение, аналитику. Кроме этого, YouTube-канал. Ну, сейчас, к сожалению, не очень много времени его полноценно развивать, но, тем не менее, я стараюсь выходить туда в какие-то эфиры, тоже разговаривать со своей аудиторией, потому что в Бурятии у меня осталось много подписчиков, которым, в общем-то, нужно альтернативное мнение среди вот этого засилия пропаганды и так далее. Поэтому для меня это такая вот миссия. Да, она мне особо не приносит денег, или даже вообще не приносит денег, но я считаю, что это мой долг гражданский. А на что вы живете? Я, как сказала, я занимаюсь консультациями. Здесь вот я работаю, так скажем, как координатор и проектный менеджер в сфере некоммерческих организаций. Мы занимаемся вопросами развития муниципального самоуправления местного. Ну, то есть я работаю в казахстанской повестке, работаю с казахстанскими НПО, с специалистами. То есть мы вырабатываем решения интересные для развития МСУ. Ну, не только в Казахстане, это международные проекты различные. Вот в такой сфере работаю. Ну, немного как бы сейчас стало обозревать казахстанскую политику как политолог. То есть возможности для заработка у вас здесь есть? Да, я вот, что мне очень понравилось, в Казахстане, что это, в общем-то, страна возможностей. Если у тебя есть какой-то опыт, бэкграунд, какие-то soft skills, hard skills, то есть ты можешь себе найти работу. Астана в этом плане очень деловой, очень такой динамичный город. Здесь много social relations, тут есть международные компании. И в этом плане, конечно, я из своей глубокой провинции, из Улан-Удэ, которая является провинцией для России. Конечно, здесь у меня, возможности больше появилось, и я очень благодарна Казахстану за это. В одном из осенних выпусков нашего канала мы сообщали о вашем задержании, причем вас полиция казахстанская задерживала дважды. Что это было? Спасибо большое, что вы, как и многие казахстанские журналисты, посвятили мне, как бы обратили внимание на мое дело, потому что освещение очень важно в таком роде делах. Дело в том, что я уже, как и сказала, из России, когда я уезжала, я подвергалась преследованию. Но дело еще уголовного на меня заведено не было. Там был предлог, буквально что-то проверка по делу о мошенничестве. Якобы я там через свой блог старый на Телеграме, который меня украли давно, якобы я у кого-то там 25 тысяч украл. Но, конечно, это был предлог для того, чтобы забрать мою технику, потому что после обыска 1 марта в Улан-Удэ у меня забрали всю мою технику, все мои гаджеты, компьютеры и так далее. Конечно, это был предлог, чтобы попытаться найти на моих гаджетах доказательство какой-то другой вины. Не знаю, причастности к какой-то шпионской деятельности или же к иноагентской деятельности. Мы говорим сейчас о задержаниях в Казахстане или в Бурятии? Мы говорим о задержаниях в Казахстане, но я просто объясняю, почему они произошли. То есть там нужно прослеживать из Бурятии, получается, в Бурятии у меня просто уголовное дело. Уголовное дело по статье 207.3 фейки о российской армии, которая до 15 лет решения свободы. Там вот туда входят два эпизода. Эти дела уголовные были заведены уже после моего отъезда. Это было в конце марта, насколько я помню. А в межгосударственной розыске я была объявлена в июле. Получается, там по двум эпизодам. Первый эпизод – это Буча, и второй эпизод – это Мариупольский драмтеатр. То есть я придерживаюсь мнения, что в Буче действительно происходили военные преступления со стороны российской армии. И также на Мариупольский драмтеатр были сброшены бомбы, когда там прятались дети, мирные жители. Вот за эти два эпизода меня преследуют. И дело в том, что между нашими странами, Казахстаном и Россией, существуют договоренности в рамках Кишиневских, в рамках Минских соглашений о взаимной выдаче разыскиваемых людей. Поэтому я нахожусь в базах данных Казахстана. Почему меня сняли с... Меня же два раза задерживали. Один раз в Астане, а второй раз в Алма-Ате, когда я пыталась в Кыргызстан съездить в Бишкек на деловую встречу. Вот меня сняли с рейса и задержали. Я нахожусь в этих базах данных. Я не выездная из Казахстана сейчас. Не знаю, как эта проблема решится в дальнейшем, но по факту я не могу выехать из Казахстана. Но меня и не депортируют. То есть уже дважды меня задерживали, меня не депортируют. Мои юристы и правозащитники, кто мне помогает, говорят, что по Кижиневским соглашениям должна быть аналогичная статья в Уголовном кодексе Казахстана, чтобы можно было взаимно как-то выдать. Но так как фейки о российской армии никак в Казахстанском Уголовном кодексе быть прописаны не могут, то, соответственно, меня и депортировать не могут. Хотя сейчас рассматривается закон в Казахстане о фейках у казахстанской армии. Я только в воскресенье в еженедельном обзоре его упоминал. И мой собеседник, политолог Ази Сабишев, сказал, что это абсолютно лишний закон. А я сказал, что это калька абсолютно с российского закона. По поводу Кишиневской и Минской конвенций, к которым Казахстан присоединился и давно их ратифицировал, еще, по-моему, в 1993 году существует также еще международные конвенции, которые не предполагают выдачу людей в страны, где они могут подвергнуться пыткам. А какой у вас сейчас статус? Ну, я нахожусь в розыске до сих пор. Я нахожусь в стране легально, пересекла ее легально по загранпаспорту. У меня сейчас регистрация временного пребывания в связи с трудовым контрактом на год, до мая. Я его буду продлевать, естественно, если война к этому времени не закончится и в России не сменится власть, что, скорее всего, маловероятно. И, соответственно, я буду продлевать, но у меня вопрос в том, продлят ли мне как бы РВП, потому что мое дело стало политическим и, соответственно, нужна будет какая-то политическая воля. То есть у вас сейчас несколько подвешенное состояние? И не только у меня. Не только у меня. Мы сейчас об этом поговорим подробнее. А вот скажите, насколько сейчас безопаснее заниматься гражданским активизмом, журналистикой, политологой и политикой в Казахстане в сравнении с Россией? Конечно, намного легче, намного проще, безопаснее, потому что в России страна-агрессор, Россия ведет войну, и в России фактически военная цензура и военное положение в отношении к общественникам, к журналистам и так далее. То есть уголовные сроки за слова это, не знаю, хуже только расстрелы на месте, наверное. Поэтому, слава богу, в Казахстане далеко не такая ситуация, хотя в Казахстане тоже много проблем с словами человека и так далее, и так далее. Но сравнивать с Россией пока еще нельзя. Ну да, это я хватил. Я бы еще с Северной Кореей сравнил. Точнее было бы задать вопрос, насколько вообще безопасно сейчас всем этим заниматься в Казахстане. Я не так давно этим занимаюсь в Казахстане, но пока я не вижу особо какого-то предвзятого к себе отношения. Я общаюсь со многими оппозиционерами в Казахстане, в Астане, в Алматы, в других городах, на Западе. Ну это просто, понимаете, люди близкие мне по духу, потому что я сама оппозиционер в своей стране, но, конечно, я не могу быть в оппозиции к вашим властям, потому что я не гражданка Казахстана, но очень по духу ваши оппозиционеры мне очень близки и мне очень интересно то, что они делают, как они пытаются противостоять системе, какие способы они используют, и мне это все дико интересно, потому что в Казахстане вообще сейчас очень много интересного происходит. я на самом деле уверена, что от судьбы Казахстана зависит судьба России. То, как будут проходить преобразования у вас, будет зависеть то, что будет у нас, в общем-то, потому что вы самый наш крупный сосед, самый большой сейчас партнер и, так скажем, экономический и в другом плане, но, конечно, хотелось бы, чтобы дружили не власти наши, а чтобы дружили мы, оппозиционеры. Я не ослышался, вы сказали, что от судьбы Казахстана зависит судьба России. Да, то, насколько быстро будут идти преобразования в Казахстане, зависит то, что будет в России, потому что в России ждать преобразования изнутри на самом деле очень сложно, особенно сейчас, поэтому мы как аналитики, политологи очень сильно надеемся на то, что Казахстан пойдет по пути демократии и не будет закручивать гайки. То есть, то, что сейчас у вас происходит, это все очень интересно на самом деле. Обычно же говорят в другую сторону, что судьба Казахстана во многом зависит от судьбы России. Нет, сейчас все наоборот, потому что Россия фактически фейл-стейт. Очень сложно сказать, что в России вообще еще не развалилась. То есть, мы ожидаем очень серьезные проблемы буквально в ближайшее время после Нового года в России. Фейл-стейт, я напомню нашим зрителям, это переводится как провалившееся государство. А проблемы что, на уровне государственности даже ждете? Естественно, естественно. Я как представитель национального меньшинства прекрасно вижу, какие настроения есть в стране и какие перспективы в общем-то есть. То есть, понятно, что в затеи в такую войну Путин поставил на кон Россию. Вообще, ее будущее, ее возможности существование как государство. Соответственно, есть разные варианты, которые мы рассматриваем, от полного развала, допустим, до захвата власти Пригожиным и Кадыровым. Там разные есть варианты, но ни один из них не говорит о том, что у России есть какое-то хорошее будущее. То есть, мы сейчас говорим о центробежных силах, которые наблюдались при Ельцине в ранних 90-х годах, и вы полагаете, что вот сейчас эти силы центробежные, они будут сильнее? Вообще, сейчас очень много стало, после начала войны, очень много стало разговоров вообще о самоопределении россиян как народа. То есть, являемся ли мы единым народом, являемся ли мы империей с колониями, что делать с колониями, как они должны жить, есть ли какая-то справедливость в этом, во всем. Поэтому, я понесла, что это центробежные, это просто, не знаю, новое переосмысление себя, потому что происходят ужасные вещи, происходит война, и у людей просто, кто даже не был политизирован, все равно сейчас начинает политизироваться и немножко понимать, что и как. Особенно я не сторонник какого-то полного суверенитета, отделения национальных регионов и так далее, я за хорошую, правильную федерализацию с широкими автономиями и правами для всех. Поэтому, я, конечно, не верю в то, что это все развалится, но какие-то локальные конфликты могут происходить, и, в общем-то, положение может быть для государства очень тяжелым. Потому что нас продали, фактически нас поставили на кон каким-то личным хотелкам, желаниям одного диктатора, вот и все. Поэтому сейчас для нас очень важно, для россиян, которые здесь находятся, вот в Казахстане, с которыми мы можем общаться, с релакантами, с беженцами, с политическими активистами, здесь их тоже много, мы пытаемся сохранить Россию такой, какой мы бы хотели ее видеть в будущем, и в которой она, в общем-то, есть глубоко внутри, здесь, и попытаться построить новое государство, спасти его, когда все закончится. Потому что с окончанием войны проблемы для России не заканчиваются. И вот мы сейчас организовали такое движение, точка невозврата, оно называется, в Казахстане, и мы будем работать, и уже работаем над помощью мигрантам из России, над адвокацией, вот вы упомянули Михаила Жилина, который ФСОшник из Новосибирска, который сейчас находится в СИЗО, мы занимаемся помощью, занимаемся его кейсом, и надеемся, что казахстанские власти, это тоже решение политическое, абсолютно, не будут его выдавать, и это не создаст странный страшный прецедент, из-за которого его могут убить, и в общем-то, что повлияет на всех упомянутых 300 тысяч человек, которые здесь находятся, потому что все находятся под таким же страхом. Мы оставим на экране и в описании к этому интервью, внизу, координаты вашего фонда, чтобы те, кто приезжает из России в Казахстан, могли обратиться к вам за помощью. Я вот напомню зрителям, что вот эти центробежные силы в ранние 90-е, они вылились в войну, в две войны даже, в Чечне, которая объявила о своей независимости, и едва не привели к отсоединению Татарстана. Мы можем об этом говорить долго, но вернемся к теме нашей беседы. Женя, скажите, в России ждут всеобщей мобилизации? Да, безусловно, она будет 90-процентной долей вероятности, и поток беженцев усилится, усилится особенно в Казахстан, потому что в Казахстан более упрощенный въезд по российскому паспорту, а как мы знаем, большинство населения россиян не имеют загранпаспортов, соответственно, бежать им, кроме как в Казахстан, Грузию, ой, в Казахстан, Армению и Кыргызстан больше некуда. Соответственно, мы как раз таки создавали эту организацию для того, чтобы упорядочить, чтобы не было хаоса, как в сентябре, чтобы были слаженные действия с властями, с обществом, потому что это очень сильно влияет на общество Казахстана, мы это видим, есть опасения большие, что эти мужчины едут, зачем, то есть эти опасения понятны, и как бы мы все, да, мы понимаем, но мы хотим рассказать, что эти россияне, как говорится, не несут с собой ценности русского мира, вот в токсичном его проявлении, да, что они не несут с собой какую-то имперскость и так далее, люди просто хотят выжить, они не несут с собой политику, поэтому тут важно, наверное, просто проявить милосердие, что, в общем-то, всегда Казахстан и делал, и на протяжении своей истории, и сейчас вот в этом потоке беженцев мы видим, что очень хорошо помогают и власти, которые организуют работу тех же цонов, да, все как бы было удобно, ну и люди, которые могут приютить у себя, но, видите, между вот этими двумя волнами мы видим такие существенные, особенно после выборов президента, когда Тукаев легитимизировался, вот уже в который раз, да, вот, и, соответственно, какое-то пошло сближение с Путиным, непонятное, да, какие-то вот эти газовые союзы, там, встречи в Москве, там, и так далее, и сразу же мы видим, что по отношению к беженцам пошла какая-то другая совершенно политика, начали отказывать в беженстве, вот тот же Михаил Жилин незаконно перейдя границу, попросил беженства, это процедура вообще во всем мире принятая, то есть, если даже вы пересекли незаконно, вы можете запрося беженства снять с себя уголовную ответственность за пересечение границы, но ему отказали, то есть, 30 числа, по данным правозащитников ваших казахстанских, в конце ноября отказали всем, кто просил россиянам в беженстве, отмечая, что долг россиянина, согласно 59 статье Конституции Российской Федерации, защищать свою родину, то есть, Казахстан фактически, если отказал в беженстве по этому основанию, значит, он считает, что Россия защищает свое отечество в войне с Украиной. Еще раз, Казахстан перестал выдавать статус беженца всем россиянам, которые сюда приехали, которые обращаются, но ведь возвращение в Россию связано или с лишением свободы, или с угрозой жизни, возможно. Но самое смешное это основание, вы посмотрите, казахстанский суд отказывает на основании 59 статьи Конституции Российской Федерации, по которой каждый гражданин России обязан защищать свое отечество. Соответственно, человек бежит от мобилизации на войну с Украиной, соответственно, казахстанский суд считает, что война в Украине это защита российского отечества. То есть, Казахстан считает официально, что идет отечественная война. Да, поэтому это очень опасный прецедент, если он совершится, это будет, конечно, фейл той самой казахстанской политики хитрой, попыток усидеть на двух стульях, то есть, мы и не признаем ЛНР-ДНР, и в то же время мы как бы все равно сотрудничаем с Россией, и тут же мы и с Западом вроде бы общаемся, и мы против войны, и так далее. То есть, непонятная вот такая ситуация, которая всех запутывала, но она может наконец-то проявиться очень четко и ясно с депортацией первого россиянина по такой вот статье. А еще пока никто не был депортирован? Нет. И первый кандидат это Жилин? Никто не был. Были депортированы россияне, которые приехали буквально где-то в Уральске, что ли, драку устроили, их прямо на следующий день депортировали. Больше не было. После этого интервью я позвонил за консультацией правозащитнику Евгению Жовтесу, и он пояснил, что Казахстан и раньше, за очень редкими исключениями, не давал иностранцам ни статуса беженца, ни политического убежища. Однако, по словам Евгения Александровича, наше государство в то же время не экстрадировало их туда, где их преследовали, а старалось выпроводить в третьи страны. Также он пояснил разницу между депортацией и экстрадицией. Депортация это принудительная высылка из страны лица, нарушившего ее законы, а экстрадиция это официальная выдача иностранному государству лица, нарушившего законы этого государства. Женя, вы сказали, что среди переезжающих в Казахстан нет людей, грубо скажем, ватников. Разве вы можете за всех поручиться? Я не могу за всех поручиться, но скажу так, что люди, что такое ватники, да, что такое ватники, что такое люди, которые высказываются за войну в России. Почему-то бытует мнение, что, ну, какие-то цифры называются, что около 70% россиян ватники поддерживают войну и так далее. Вот пусть и воюют, пусть и никуда не прибегают и так далее. Но как мы получаем эту информацию? Во-первых, об этом говорят пропагандистские каналы, о том, что там такие-то опросы показали, что вот все там поддерживают спецоперацию. Вы верите пропагандистским каналам? Я нет. Это во-первых. Во-вторых, в стране, где существуют законы, осуждающие человека на 15 лет свободы за слово войны, просто, когда человек говорит, ну, или же говорит, я не одобряю войну, или же я хочу за мир, да, и все, его садят на 15 лет. О каком, о какой честности можно говорить, да, о какой вот правильный, правильных результатах опросов, то есть никто вам в России сейчас в опросе не скажет, что он против войны. Максимум он скажет, что он нейтрален, либо откажется отвечать, а тот, кто скажет, что я за, ну, это тоже можно понять, люди боятся, то есть он подумает, если я сейчас скажу нет, ну, то есть меня могут за это наказать. Просто вспомните 37-й год, может быть, в Казахстане, как бы, в Казахстане может быть трудно понять, потому что это не Россия все-таки, да, когда ты живешь в атмосфере тотального страха, ну, это 37-й год натурально, то ты говорить, что там кто-то там за и это действительно так, но нельзя, вот, еще кроме этого, вот эту всю пропаганду о том, что люди за, там, вот эти все автопробеги и так далее, устраивают те бюджетники, которые за это деньги получают. Я делала, когда еще была, нет, я уже приехала сюда, я делала расследование, у меня были документы, по которым сколько кому заплатили за такой-то пробег, за такой-то патриотический ролик, да, за такую-то там поддержку, выход на митинг и так далее. То есть, не нужно обманываться тем, что у этого режима и у этой, то есть, есть какая-то поддержка у этой войны. Поэтому, когда люди приезжают сюда, в Казахстан или в любую другую страну за рубеж, у них сразу же меняется, даже если они очень осторожно поддерживали, они сразу понимают, что здесь это не прокатит, это тут нельзя делать, да, я очень много видела историй, когда, допустим, из России приезжали люди с Z-ками на машинах, и им быстро говорили, что так делать нельзя, они чуть немножко повозмущались, а потом все равно снимали. Штрафовали и били стекла, даже, да. Да, это, это, так скажем, другая реальность, и даже те, кто заблуждался, так скажем, да, приезжая сюда, они понимают, что это не социально одобряемое действие, да, поддерживать войну, быть там ватником, патриотом и так далее. Люди быстро меняются, поэтому не нужно бояться того, что они будут нести идеологически какой-то свой русский мир. Человек такое существо, которое выживет везде, и, соответственно, это просто психология, это просто натура человека. Человек не животное ко всему привыкает. Вернемся немножко вот, это очень важная тема, не надо ее недооценивать, возможны депортации переехавших сюда россиян. Пока что один кандидат реально это Михаил Жилин, сотрудник ФСОН, там могут мотивировать то, что он носитель госсекретов и так далее, это же федеральная служба охраны. А вообще над сколькими россиянами нависает эта угроза? Это что, все взрослые годные к службе мужчины? Их могут расследить как дезертиров, да? Да, да, сейчас каждый день какие-то новые законы, поправки вносятся как раз-таки в дезертирство, оставление части, там переход на сторону добровольной сдачи в плен и так далее. То есть все возможности власть сейчас использует, чтобы людей загнать вот буквально под страх уголовки, под страх тюрьмы, лишь бы они шли на войну, потому что на войну никто не хочет, все бегут на обороты страны, а пополнять нужно постоянно, потому что Россия проигрывает откровенно эту войну, вот, поэтому просто хотят забросать трупами, больше другого выхода нет. Соответственно, до миллиона человек, конечно, они будут сейчас стараться выцеплять, а выцеплять будут, конечно, естественно, откуда, из самых дальних углов, типа Бурятия, откуда я роду, вот, поэтому эта угроза нависает над всеми мужчинами от 18 до 60 лет, грубо говоря, в России, никто, никакие отсрочки, никакие там дети, никакие болезни, никого не волнуют вообще, грибут всех и уже, естественно, первые, ну, погибшие уже приезжают, то есть из тех, которых мобилизовали. Если это приобретет массовый характер, можно ли будет сказать, что Казахстан принял вассальную позу перед Кремлем? Да, я думаю, что это однозначно можно будет так трактовать, и я надеюсь до последнего, что вот 40 суток осталось у Жилина, да, перед экстрадицией, я надеюсь, хотя бы этот срок будут продлевать и не будут какие-то предпринимать действия, потому что возвращение в Россию для Жилина это смерть. Мы видим, что на последних двух голосованиях в ООН Казахстан, который раньше воздерживался по резолюциям, касающимся России и Украины, сейчас он голосует против резолюции, то есть на стороне России. Это было 15 декабря и 16 обновленная резолюция по Крыму. Это же наверняка повредит международному имиджу Казахстана. Да, потому что понятно, что Казахстан это не Россия. Понятно, что у России уже давно все международные договоренности все порушено и Россия замкнулась сама на себе и ей никто не нужен, кроме своих ядерных ракет и так далее. Казахстан страна погруженная в международную повестку и в плане экономики, и политики, и чего только нет. Поэтому, конечно, Казахстан, его и позиция объяснялась всегда тем, что есть разные центры принятия решений, влияния, есть разные позиции и так далее. Поэтому вот эта диверсификация вот такая, она, конечно, помогала Казахстану, но я не понимаю, почему сейчас ваши власти стараются так сильно дружить с Путиным. Понятно, что большая зависимость от импорта, большая зависимость от экспорта нефти, газа, но все равно Россия сейчас больше нуждается в Казахстане, чем Казахстан в России. Поэтому можно было бы, сохраняя какой-то статус-кво, все-таки свои интересы продвигать и не пытаться прямо вот очень сильно вот так-то. Вот мне когда объясняют, что вот здесь нужен тонкий такой баланс микрохирургический. Я всегда вспоминаю Узбекистан и Азербайджан, которые выдерживают все-таки автономную от России достаточно позицию. Вот, хотя можно поспорить, насколько угроза выше все-таки, граница 7 тысяч километров и так далее. Да, действительно это так. Поэтому тут, знаете, сейчас такие времена наступили, что микрохирургия здесь не работает. Это военное время. И вот, знаете, многие процедуры в Казахстане, о чем я тоже хотела бы сказать по поводу пребывания россиян тут, да, вот эти получения РВП, обязательная регистрация и так далее, обязательные трудовые договоры, это, конечно, все очень хорошо, это в мирное время, в общем-то, нормальные процедуры для того, чтобы обезопасить свою страну от нелегальной миграции. Но сейчас время военное и гуманитарная фактически катастрофа в России, когда бежит столько, ну, миллион человек бежит, да, это, естественно, это гуманитарная катастрофа. Соответственно, если власти сейчас как-то не упростят, не переделают свои процедуры, то это как бы все увлечет за собой очень такие плохие последствия в виде коррупции, да, в виде там, ну, попыток нажиться на чужом горе там и так далее. Вот, поэтому сейчас такое время, когда нужно очень быстро меняться, по-другому что-то делать, потому что, ну, если есть желание, да, вот принимать людей, там, вот, чтобы беженцы приезжали, чтобы как-то, ну, они беженцы тоже такие, знаете, по названию только беженцы, на самом деле люди такой самый креативный и активный класс, ну, как бы россиян, это люди, молодые люди с удаленной работой, они везут с собой деньги, свою работу, свои какие-то идеи, соответственно, это хорошая миграция, это не бегут люди от бедности. А чем занимаются люди, которые сменили жительство с российского на казахстанское? Ну, все, все по-разному, все по-разному, в общем-то, кто-то находит здесь работу, но я скажу сразу, что Казахстан не сможет никогда дать столько рабочих мест для россиян, когда самим казахстанцам рабочих мест, в общем-то, тоже не хватает иногда, и никто, и Казахстан не даст столько легальных мест, потому что у вас тоже есть проблемы с серыми зарплатами, вот с уходом от налогов, там, от соц. отчислений и так далее, поэтому я скажу честно, что вот эти требования, чтобы был обязательный трудовой договор для регистрации временного пребывания, это огромный серый рынок сейчас в Казахстане, и сейчас пошли даже первые задержания вот людей, кто делает фиктивный РВП, эффективно устраивает работу за деньги, естественно, вот, и понимаете, это вот проблема для всех, и для ваших правоохранительных органов, и для наших людей, да, если бы можно было упростить эти процедуры, то было бы лучше, вот, потому что 90% населения, 90% приезжих, в общем-то, туда устраиваются эффективно, чтобы получить РВП, работают, а работают где-то, может быть, неофициально, на стройке, допустим, я знаю, что в Астане много строится жилья, и такая, ну, неквалифицированная работа, она востребована, но это небольшая часть людей, конечно, в основном люди проедают свои какие-то запасы, сдают в России квартиры, на эти деньги здесь живут, в общем-то, особо ничем не занимаясь, да, где-то вот так вот, у кого-то, тем, кому повезло, типа, айтишникам, они работают на какие-нибудь международные компании, просто сидят из дома, работают. Кстати, об айтишниках, по первой волне, которая была весной, началась в марте, из которой прибыли вы, у меня было ощущение, что та волна, она идеологическая и айтишная, по большей части, потому что я и познакомился со многими айтишниками, а вот 15 декабря вышла информация, что в России готовят законопроект о запрете на удаленную работу для уехавших из страны айтишников, и что их в таком случае ждет, то есть имеется в виду те, которые сидят здесь, но работают в российских компаниях, так, да? Да, ну, что они сделают, ну, просто Россия, Россия лишится оставшихся айтишников, которые все еще на них работают, которым не западло на них работать до сих пор. Я просто, понимаете, Россия государство, которое сейчас организирует, просто она не знает, то есть там настолько по всей системе идет вот этот вот распад, никто не знает, что делать, за что хвататься. Есть там, наверное, люди, которые хватаются за голову и думают, надо же это все как-то спасать, да, как-то вот что-то, что-то, а другие говорят, да, давайте все запретим и давайте, ну, и начинается вот это, хотя это ничего не спасет. Страну спасет только окончание режима Путина и окончание войны, все, больше ничего, что бы они там сейчас не придумывали. Путин или путинизм? Ну, путинизм, скажем так, ну, в общем-то, путинизма как такового не существует, это чистая клептократия просто во главе с Путиным, вот и все, это не, идеологически, у этого режима нет идеологии, это сплошное воровство и убийство, и все. В Евразийском экономическом союзе общий рынок труда, а это что означает, что здесь россиянам не нужно разрешение на работу? Нет, разрешение не нужно, но договора, вот для того, чтобы остаться в стране, нужен официальный договор о трудовой контракте. А в чем нужны сейчас упрощения? Вы сказали, что многие россияне сталкиваются с трудностями при приеме на работу, именно в каких точках? Конечно, в вашем законодательстве не было прописано такой возможности, вот взять вот так вот, ну, вот приехал миллион человек, да, беженцев, что с ними делать, да, всех же невозможно на трудовой контракт посадить, но я бы предложила все-таки возродить, ну, начать давать беженство, то есть по процедуре беженства, как бы, чтобы люди могли оставаться, даже, допустим, если они работают удаленно и официально здесь нетрудоустроены или еще как-то работают, да, просто дать людям возможность здесь находиться, если они не совершили в этой стране никаких преступлений, там, не ведут какой-то там социальный образ жизни, то есть они нормальные люди, да, между прочим, было очень много опасений, что россияне, приехав сюда в сентябре, да, что будет страшно, будут там, не знаю, драки, убийства, там, изнасилования, там, и так далее, грабежи, но ничего этого же не происходит, мы слышали о нескольких, вот прямо в самую горячую пору несколько драк, что-то было, кто-то там утащил радиатор, там, в съемной квартире, и все, в общем-то, после этого, слава богу, ничего не случилось, это говорит о чем? О том, что бегут не маргиналы все-таки из России, а бегут люди с высшим образованием, с работой, с амбициями, с жизненной активной какой-то позицией, поэтому они такими глупостями заниматься не будут. На самом деле, это вот период три месяца уже достаточно показательный, я на самом деле за этим очень четко слежу, и я не вижу никаких вот таких вещей. И кроме того, чтобы была возможность оформления беженства, конечно, было бы очень хорошо, если бы международные здесь находящиеся институты как-то давали возможность людям без загранпаспорта уезжать дальше, потому что не все готовы оставаться в Казахстане, все здесь находят работу, поэтому кто-то хочет ехать дальше, но загранпаспортов нет, допустим, да, въехали по российскому паспорту, и дальше у вас дорога либо в Ереван, либо в Бишкек, все, больше некуда, а там ситуация еще как бы тоже не самая лучшая, потому что из-за перенаселенности, да, и тоже ни работы нет, вот, очень трудно найти себя, поэтому мы хотели бы, конечно, чтобы были какие-то коридоры, я не знаю, гуманитарные, людям, чтобы могли уехать там, ту же Монголию, я, допустим, Бурятка, и у нас здесь очень большая, сейчас диаспора находится, Бурят и Калмыков, мы этнические монголы, поэтому нам хотелось бы очень многим уехать в Монголию, но не получается. Тем более в Монголию приглашает, по крайней мере, это делал бывший президент. Нужен загранпаспорт, без загранпаспорта в Монголию не попадете. Нельзя сказать, что отношение в Казахстане к массовому наплыву россиян единодушное, я сужу и по многочисленным комментариям на нашем канале, мы несколько раз эту тему поднимали. Нет как единодушного такого гостеприимства, о котором у нас столько говорят, и столько мифов, и нет опять же массового отторжения, потому что реально такой невиданный наплыв он создал немало проблем, это и взлетевшие цены на аренду, и поток рублей, и бесконечные очереди в цены, как мы видели. А вот вы лично с каким отношением к себе сталкиваетесь? Часто вам говорят чемодан вокзал Россия? Ну, судя по моей внешности, вы, наверное, понимаете, что меня никто не принимает за россиянку тут, но я знаю русских, мы общаемся, то есть был только один эпизод у одного человека, когда его отказался везти таксист, больше никаких проблем не было, мы спокойно ребятам снимали квартиры у казахов, у русских местных, то есть как бы вообще никаких особых проблем не было, но вообще мне кажется в вашем обществе не принято вот прямо лезть к людям так вот, чтобы прямо что-то высказывать, не знаю, может быть в Астане так, я просто в Алматы ситуацию или в Шенкенте не знаю, но в Астане вот на севере все было неплохо и в приграничных городах вообще очень сильно помогали, пускали домой, помогали с документами, там еще что-то очень участливо относились, я думаю, что вот такое отторжение, оно, это оно понятно, я как уже сказала, оно понятно, потому что приехало очень много людей, мужчин, и естественно в вашей стране как бы всегда было настороженное отношение к России, и кстати, можно сказать, ну это как бы оправдано, потому что российские чиновники и спикеры все всевозможные постоянно обещают то ли вторгнуться, то ли что-то там отобрать какие-то территории, еще что-то кого-то наказать, естественно, это на ваше население очень сильно влияет, и вы относитесь настороженно, это понятно, но наша задача показать, что не все россияне такие, и что на самом-то деле вся эта ситуация, она искусственная, она нагнетается специально нашими властями для того, чтобы в Казахстане к эмигрантам относились плохо, вообще ситуация, когда вокруг одни враги, она в России давно развивается, и российская пропаганда работает на ненависть, она говорит, товарищи россияне, вокруг вас все вас ненавидят, соответственно, вы тоже давайте ненавидьте и идите их убивать, да, и соответственно, когда какой-нибудь Жириновский или Почевши или сейчас какие-то там опослы и так далее, начинали, Медведев тот же самый, начинает говорить вот Казахстан, то Казахстан, все, у вас нацизм, там вас бы тоже как Украина, там и так далее, на что это расчет? Естественно, никаких сил и средств у них нет на напасть на Казахстан, ну, после Украины, то уж тем более, после того, как все узнали, что российская армия это просто один сплошной фейк, это работает на то, чтобы в вашей стране плохо относились к россиянам и быстрее их выдворяли, то есть, чтобы был вот такой вот информационный фон, это когда люди верят это российской пропаганде, ну, то есть, когда люди верят тому, что приезжие россияне это вот носители русского мира, они работают на, в общем-то, они соглашаются с пропагандой с нашей. Ну, вот такая нестандартная ситуация с огромным количеством приехавших, ее можно расценить как кризисную, но любой кризис, как меня учили и в молодости чуть позже, это не только угрозы, но и возможности, какие вы видите возможности для Казахстана вот в этом? Ну, как я уже сказала, вообще, если смотреть и по другим странам, допустим, Грузия, ну, Грузия, она маленькая, у нее сразу эффект был виден, у них там подскочила сразу все, экономика, то есть, стало больше сразу в несколько раз, и по всем показателям экономическим они выросли. Ну, Казахстан, конечно, страна больше, чем Грузия, и эффект положительный от приезжих будет, конечно, чуть позже, и может быть, не такой яркий, не такой весомый, но тем не менее, он обязан быть, потому что люди, это не только, приезжающие люди, это не только деньги, которые они тратят на съем квартир здесь, на еду, на еще что-то, ну, в общем, на жизнь, это еще и мозги, идеи, креатив, то есть, эти люди действительно могут внести свой вклад в экономику Казахстана, так было на протяжении всей истории человечества, когда люди откуда-то массово бежали, особенно такая качественная эмиграция, то рано или поздно, через какое-то время, через 10-20 лет, все равно эффект был виден, поэтому я думаю, что пока может быть очевидных таких эффектов немного, но они есть, а долговременных, долгосрочных, их будет больше, абсолютно, я в этом уверена. Женя, я думаю, вы наверняка владеете информацией о том, где лучше принимают россиян, где лучше к ним относятся, в Казахстане, в Кыргызстане, в Узбекистане, в Грузии, в Армении, ну, или в странах Евросоюза. Я не могу разделить именно по странам, но я могу разделить по регионам. Как оказалось, Евросоюз, страны Балтии, куда сперва побежала, значит, оппозиция, оказались не такими уж дружественными к российским оппозиционерам и российским беженцам, то есть там есть масса ограничений, нужно, нужно там соблюдать то-то, то-то, может быть, вы знаете, помните историю с дождем, да, вот, соответственно, там есть принуждение к тому, чтобы россияне отрекались от собственной страны, то есть, что там нельзя говорить, что это там наша армия, нельзя говорить, что это люди, только, то есть, нужно принимать сторону, так скажем, такую, что россияне все как раз-таки орки, и с ними, в общем-то, не стоит никак взаимодействовать, потому что хорошие русские, это мертвые русские, в общем-то, мы так это интерпретируем, вот, в странах же, в странах же бывшего Советского Союза, в Казахстан, Кыргызстан, Грузия, оказались более человечными, более разделяющими европейские ценности, Монголия, кстати, оказалось, что европейские ценности, они как раз-таки не в Европе оказались, а в Азии, в Центральной Азии, на Дальнем Востоке, потому что здесь именно традиции сострадания, милосердия, я не знаю, вот такие вещи, они понятны, и тут, в общем-то, никто сильно в душу не лезет, не заставляет делать то, все, то есть люди относятся к пониманиям, и мы это очень сильно ценим. В Казахстане часто звучат призывы закрыть границу, как вы относитесь к этой идее? Ну, они звучат не так уж и часто, я знаю только об одном официальном заявлении, которое было сделано со стороны одного оппозиционного политика, вот, но я скажу, что эта история, конечно, она популистская, она не получила широкого распространения, потому что люди действительно так не думают. Да, ситуация может ухудшиться при большем наплыве людей, либо при, ну, каких-то существенных конфликтах, да, я говорю, ну, какие-то, может быть, скандалы бытовые, там, преступления какие-то, да, со стороны иммигрантов, а тогда это может привести к каким-то, действительно, ситуациям неприятным, но пока, в общем-то, все нормально относятся, может быть, кто-то недоволен, и это недовольство понятное, но невозможно, не бывает ситуации, когда все доволены на 100%, особенно в такие кризисные, критические ситуации. Очень хорошо было бы видно, если бы у вас тоже была бы конкурентная политика, то можно было бы видеть по одобрению тех политиков, которые высказываются, допустим, за закрытие границ, да, но у вас даже вот такие политики, они не имеют доступа к, ну, вот этим всем официальным ресурсам, и это очень сложно понять, какая доля поддержки у этого политика или у этого движения, да, но я не вижу, чтобы у вас сформировались сейчас такие прям движения против вот этой миграции, давайте закроем границы, какой-то вот, потому что, в общем, вся система, мне кажется, у вас немножечко сейчас законсервирована, есть, конечно, подвижки к тому, что в скором времени будет и публичная политика, будут и дискуссии какие-то, диверсификация, но пока все в таком состоянии, что очень сложно понять, я не против того, что такое движение было бы, да, чтобы иметь обратную связь, чтобы общаться, дискутировать где-то на открытых площадках, мы к этому готовы сто процентов, и можем убедить, и рассказать, и объяснить, я только за диалог, и за... Женя, я просто бы не говорил, люди так не думают, люди в Казахстане думают совершенно по-разному, во-первых, общество фрагментированное, и во-вторых, у них есть возможность думать по-разному, плюрализм, по крайней мере, в социальных сетях наблюдается, будь здоров, какой я, в том числе, сужу и по тысячам комментариев на нашем канале. Забыл вас спросить, а кого вы называете представителями оппозиции, потому что в Казахстане нет же системной оппозиции, вот, ну, мы не будем палить людей, показывать пальцем, кто в вашем понимании оппозиция сегодня в Казахстане? Я считаю оппозиции людей, которые ведут планомерную политическую работу, даже будучи не вне официального политического поля, ну, допустим, не находящиеся, не зарегистрированные партии, политики, не находящиеся в маслехатах, мажористах, там, и так далее, вот, то есть те, кто ведет какую-то общественную, активную, политическую деятельность, но пока вот не легитимизирован, потому что не может пройти через выборы, не может пройти, ну, через какие-то там процедуры, не допущен к дебатам, там, и так далее, вот, ну, такие политики у вас есть, и они разнообразны, совершенно разного толка, есть более в национальную сторону, есть более, так скажем, ну, скажем, городские, прогрессивные, не знаю, как правильно сказать, но есть всякие разные политики, и это очень радует, что у вас есть разнообразие, в отличие от России сейчас. Скажите, как помогает и помогает ли вообще переехавшим из России местные правозащитники и международные правозащитные организации? Да, абсолютно, делами россиян очень хорошо занимается Международное бюро по правам человека, Евгений Александрович Жовтиса, занимается Норвежский Хельсинский комитет, УБСЕ тоже как бы обращают на это внимание. то есть, мы стараемся наводить сейчас связи с международниками и с вашими правозащитными организациями, которые уже много помогают, но есть еще очень много работы впереди, и везде мы встречаем очень хороший отклик, очень хорошая помощь, и думаю, что мы будем эту систему развивать, потому что без международной помощи, без правозащитников это сделать, конечно, трудно, но и в первую очередь, конечно, казахстанским властям, потому что без казахстанских властей сделать это вообще будет просто невозможно, и мы общаемся, стараемся выходить на диалог, то есть, как-то эту работу упорядочить, чтобы всем было хорошо, и нам, и вам. Последние несколько лет в Казахстане мы регулярно наблюдаем одну и ту же картину. В программе, например, Владимира Соловьева или других пропагандистов, да даже и в Думе звучат недружественные, часто агрессивные выпады в адрес нашей страны, где ставится по сомнению государственность, казахстанность, суверенитет, иногда на них следует официальная реакция наших властей, ну да нет, ну если следует, то тот же пресс-секретарь Путина Песков говорит, а вы не смотрите, не смотрите, а тот же Соловьев выступает с признаниями Казахстана в любви, которые выглядят как издевательство. Как вы относитесь к регулярным заявлениям российских спикеров в адрес Казахстана, которые в том числе и суверенитет, и государственность, и территориальная целостность, они подвергают сомнению. Мы же помним, что вот тема Украины, она многие годы нисходила с экранов телевизоров в России. И в конце концов, вот эта пропагандистская прокачка, она и вылилась в агрессию и в ее оправдание. Да, но я считаю, как я уже и говорила, Казахстану не о чем беспокоиться в этом плане, потому что все, что сейчас делает наш режим, наши власти, это просто сотрясание воздуха. Для чего тоже в пропагандистских целях? Для того, чтобы в Казахстане никто не симпатизировал россиянам, то есть приехавшим, кто приезжает, чтобы было, вообще, чтобы вокруг все друг друга ненавидели, просто вот из-за этого, просто из-за такого желания, чтобы все друг друга ненавидели, потому что реальной подоплеки к вторжению в Казахстан, конечно, сейчас нет, но армия, вся элитная армия, которая была кадровая, она полегла под Киевом, поэтому, конечно, в адрес Киева это все было планомерно, все происходящее, в адрес Казахстана это такое, типа, на всякий случай, да, если бы им удалось бы какому-то там, не знаю, счастью, там, завоевать Киев, там, разделить Украину и так далее, получить какой-то мандат доверия от своего населения, там, какие-то эйфории от побед, да, возможно, вторым вариантом был бы Казахстан, но, опять же, тоже не факт, во-первых, а сейчас уж точно бояться нечего, абсолютно, я считаю, что казахстанцам надо четко разделять вот то, что говорят эти клоуны и то, что делают обычные россияне, обычные россияне просто бегут в Казахстан за защитой, за убежищем, да, они не боятся, они считают, что здесь им помогут, ну, они считают Казахстан дружественной страной, то, что делают эти клоуны, но это уже просто не, как бы, очень трудно понять, зачем они это делают. То есть, войны на два фронта Путина не получится? Ни в каких аналитиках даже американской и британской разведки этот сценарий не фигурирует, поэтому я бы не переживала на этот счет. Вот у меня бывает немало спикеров на канале из Украины, буквально был на днях Виктор Андрусев, и я понял, что очень многие в Украине говорят не россияне, а русские, и ставят между Путиным и русским языком знак тождества, но ведь с первых дней войны больше всего погибших в Украине было из Бурятии и Дагестана и в абсолютных цифрах и в процентном соотношении на 100 тысяч населения. И публиковались вот карты, да, где Бурятия обозначалась вот этим темно-коричневым, почти черным цветом, то есть, где этот процент был наиболее высокий. Ну, тут надо понимать, что даже в абсолютных цифрах это все равно жители Бурятии это не обязательно Буряты, да, это 30% Буряты и 70% русские. И, в общем, если так, ну, тема Бурят на войне в Украине, она очень сложная, мы тоже, как у нас есть этническое движение, Буряты против войны, и мы делаем собственную аналитику, мы проверяем каждый там случай и так далее, есть очень много вопросов к украинской в том числе стороне, мы с ними на связи, мы общаемся, выходим в эфиры, делаем интервью, пытаемся, конечно, коммуницировать, чтобы исключить недопонимание и откровенные иногда ложь и какие-то манипуляции с информацией, вот, Буряты, участие Бурят в войне, овеяно очень большое, ну, как бы, очень много слухов вокруг, очень много дезинформации, да, они участвуют, да, наш народ участвует в этой войне, но я бы не сказала, что это прям какой-то, ну, самая, самая большая сила, движущая этой войны, вот, и по поводу зверств, по поводу военных преступлений и так далее, там тоже есть вопросы, недавно Генпрокуратура Украины, как раз таки касаемо Бучи, в которой обвинялись буряты и кадыровцы, чеченцы, Генпрокуратура завершила расследование по Буче, в которой было четко сказано, что в Буче стояло псковское, псковские десантники, никаких бурятов и чеченцев там не было, хотя вот этот миф, он всю войну преследует бурят, и буряты за это очень сильно страдают, в том числе те, кто попадает в плен, получают, ну, есть большие опасения, что их там именно из-за расы убивают, из-за национальности, либо не оказывают должной помощи, там, или же не обменивают, все это предстоит нам доказать и расследовать и так далее, но сейчас именно когда речь заходит о бурятах, есть очень много дезинформации. Женя, у меня вопрос был не о демонизации бурятов, хотя спасибо, что вы рассказали об этом, потому что такой миф есть, а о том, что в Украине со стороны России воюет интернационал, и как вы относитесь к тому, что всех, в том числе и бурятов, и дагестанцев, чечетов, всех называют русскими? А интернационал это, конечно, громко сказано, потому что буряты в составе, жители Бурятии в составе России это 150-я часть населения, чеченцы там, может, чуть-чуть побольше, то есть в этой армии даже больше украинцев этнических воюют против Украины, чем буряты чеченцев. Поэтому когда есть такой вопрос, что это не русские, а что это не славяне, а это какие-то инородцы воюют, это неправда. Это может быть психологически легче воспринимается украинцами, что это не наши братья-славяне напали, а напали вот эти непонятные азиаты. Это мы можем это понять, но на самом деле утверждение, что это интернационал, это неверно. Есть основная титульная нация в России, и Украина воюет с ней. Поэтому да, есть там небольшие вкрапления национальных меньшинств, но мы все знаем, как национальные меньшинства попали в состав Российской Федерации, Российской Империи и так далее. Это тоже очень долгий разговор, его можно о нем говорить, но почему-то вся ненависть и весь расизм идет в отношении вот, извините, я просто когда об этом говорю, я не могу об этом не говорить, вот именно об этой составляющей, потому что это прямо ножом по сердцу, это очень больно. Я все 9 месяцев, во-первых, в перемешку с чувством стыда, горечи за то, что идет война и мой народ не участвует, еще мне приходится вот как бы реабилитировать национальные меньшинства в глазах сообщества мирового, украинцев, россиян, не знаю, еще кого-то. Поэтому это вот так происходит постоянно. То есть правильно ли я понимаю, что вот мобилизация коснулась в первую очередь не столько национальных меньшинств, а сколько отсталых регионов? Правильно, правильно. Вы, Вадим, очень правильно это подметили, потому что когда говорят, вот черпают значит национальное меньшинство, потому что якобы их не жалко и чтобы они более такие податливые и более верные, как и народцы без собственного мнения и так далее. Нет, на самом деле, если посмотреть и Рубцовск, допустим, да, из Рубцовска там ребята тоже засветились, да, и там тот же Псков возьмите, это все окраины из Амурской области, с Дальнего Востока очень много выгребали людей, из Якутии, то есть страна, то есть власть не трогает большие города, потому что боится каких-то волнений, выступлений, когда будут приходить гробы там и так далее, а власть пользуется регионами политических выборных электоральных аномалий, где есть большая поддержка, то есть они смотрят, так, Бурятия 80% за единую Россию там, в прошлом цикле, там, Якутия тоже там 80%, да, давайте, значит, их и на войну тоже мобилизуем, и они ничего не скажут, все будет тихо, да, на самом деле это же почему происходит, во-первых, и поддержка электоральная, да, и вот мобилизация вот такая идет там хорошо, потому что люди живут очень бедно, чем беднее живет регион, тем более, тем больше он согласен выполнять все, что, ну, готов за какие-то небольшие деньги выполнять хотелки власти, бюджетники больше стараются как мобилизовать на выборы, так мобилизовать на войну, то есть там, в общем-то, нет никаких ограничений, то есть гуляй, Вася, там делай все, что хочешь. На самом деле же есть такое утверждение, что холодильник никогда не победит телевизор, чем беднее люди живут, тем больше они будут эту власть поддерживать, потому что у них нету вообще никаких других перспектив, а как раз-таки оппозиционные движения и как-то менять могут слои средние и выше среднего, у которых уже есть какое-то понимание, революции те же самые. ну, ну, я бы еще напомнил такую поговорку, тот, кто меняет свободу на колбасу, в конце концов, лишается и свободы, и колбасы. Женя, я вот сейчас прихожу к такому парадоксальному выводу, поправьте меня, если я вступил не на ту дорогу, верно ли, что чем выше в регионе лояльность к Путину, к Единой России, чем они больше за него голосуют, тем регион беднее, и тем больше оттуда убивает людей на войне. Да, абсолютно, абсолютно, правда. То есть, это прямая связь, да? Это прямая, потому что они строили всю систему, вот эту свою электоральную, да, ну, где вбросы, то есть, у них же прямо вся структура готовая, да, те же люди, учителя, там, врачи, которые делают вбросы, мобилизацию на выборы, эти же люди выписывали повестки, представляете, повестки людям своим, односельчанам, значит, одноклассникам, не знаю, детям одноклассников своих, да, там же сейчас, понимаете, трагедия происходит в стране, потому что люди перестали видеть грань между мобилизацией на выборы за эту власть, да, и между вот убийством собственных сограждан. Это придет рано или поздно понимание, оно жестко ударит по башке, я уверена, потому что уже сейчас в маленьких деревнях идут дискуссии, вот вайберчат и так далее, но я погружена в эту реальность, как бы я хоть здесь нахожусь, я за этим слежу, люди, как и в 37-м году, да, когда стучали там друг на друга и это у них там в поколениях оставалась вот эта вот память о том, что вот этот человек моего там деда убил, да, также они сейчас говорят, вот вы бюджетники, как привилегированная каста, выписываете повестки всем, кроме собственных детей и детей своих родственников, да, вы как бы имеете типа такую квоту, а почему ваши дети не идут на войну, почему вы нашим детям выписываете повестки, то есть идет, ну, реально какая-то вот предпосылки какой-то гражданской войны, потому что это все на местах видно, поэтому такого, чтобы прям все поддерживали войну, конечно же нет, есть вот, вот, есть понимание, что есть вот эти вот бюджетники, которые просто привыкли делать все в угоду власти и сами еще не понимают, что они делают, и есть те, все остальные, которые чувствуют себя вот в таком ущемленном положении. Не могу не задать одним из последних вот такой вопрос, может быть, он в меньшей степени касается россиян, находящихся в Казахстане, но вот как живется сейчас россиянам, которые против войны, думающие, критически мыслящие, которые вынуждены уехать, но и порой за границей попадают в ситуацию гонимости и канцела, то есть отмены, и они получается, никому нигде не нужны. И я вспоминаю давние строки Дмитрия Быкова, не по этому поводу написаны, но сейчас, в мой взгляд, они как бы актуализировались. Нету мне места на этой земле, это и есть мое место. Вы чувствуете что-то подобное? Да, абсолютно чувствую, не только я, но и многие думающие россияне. Нужно четко понимать, несмотря на то, что мы пытаемся защититься, пытаемся защитить своих людей и так далее, никто с нас не снимает огромного груза ответственности за то, что произошло в Украине, за то, что Россия стала страной-агрессором, за то, что она сейчас убивает мирных жителей, собственных граждан, мирных жителей Украины, собственных граждан военнослужащих. Сделать с этим невозможно. И мы, понимаете, постоянно думаем, что мы сделали не так, на каком этапе мы его свернули не туда. Я лично могла повлиять на что-то или не могла? Может быть, зря я уехала, может, надо было остаться и сесть в тюрьму, как Навальный, как Яшин, как Карамурза, все вот эти ребята наши, которые сейчас сидят, но это тоже большая жертва. И другие люди тоже думают, а что мы сейчас можем сделать? У нас нет оружия, чтобы пойти, не знаю, отбить там что-то. Поэтому, конечно, не нужно удивляться тому, что нас заканцелили, тому, что россиянин это сейчас буквально ругательное слово. Не нужно обижаться на это, потому что это эмоционально понятная ситуация. И уйдет еще очень много времени, чтобы эту ситуацию исправить. И есть выход, есть выход. нужно просто что-то делать. От того, что мы будем страдать и как-то рефлексировать, ничего не поменяется. Поэтому мы для себя, как россияне, здесь активно и здесь находящиеся, выбрали путь активизма, что-то делать. Поэтому мы будем что-то делать и приближать лучшее будущее в нашей стране. конечно, и мы будем делать все, чтобы это осталось в памяти нашего народа, нашей нации, чтобы никогда не повторилось. Как Германия после Второй мировой войны, им понадобилось очень много десятилетий, чтобы каяться, платить, каяться, платить и, в общем-то, пытаться как-то из этого позорного, это позорное прошлое как-то перебить хорошими делами. И это нам тоже предстоит. Нам предстоит стоять на коленях, нам предстоит выплачивать репарации, мы к этому готовы. Мы та часть российского общества, населения, которое понимает то, что происходит и понимает то, что в дальнейшем мы никуда от этого не денемся и мы более того хотим этого, хотим загладить свою вину. Ну, вы говорите о себе и о ваших единомышленниках. Да, я думаю, что таких, как мы, немало и мы будем делать все, чтобы остальную часть населения, по крайней мере тех иммигрантов, которые находятся здесь, тоже пытаться реполитизировать в эту сторону и давать понятиям, что ребята, как так получилось, что началась война, как так получилось, что вы оказались в Казахстане, давайте поговорим об этом. Поэтому вот мы сейчас будем делать ресурсный центр помощи российским иммигрантам, точка невозврата, в который все это будет происходить. Самый последний вопрос. Долго я думаю над ним. А способна ли Россия на покаяние? Ведь покаяние это абсолютно не публичный акт, и он должен происходить не по принуждению, иначе это будет лицемерие из-под палки. скажут да-да-да, а сами будут думать так же. Понимаете, никто не рождается с геном фашизма, никто не рождается с геном преступника, а все это работа образовательная, просветительская. Когда в стране нет никаких институтов сдерживающих, нет, когда одна хальная пропаганда, конечно, очень трудно представить себе, что эти люди могут думать как-то по-другому, когда нет свободы слова и так далее. Но поверьте мне, как только в стране появятся институты, свобода слова, возможность образования, какой-то плюрализм и так далее, поверьте мне, даже в России мнение о покаянии будет социально одобряемым. И не из-под палки, а из искреннего желания. Оно сейчас уже есть у той части населения, у которых есть доступ к свободам. так скажем, за границей, допустим, в том числе в Казахстане. Соответственно, почему его не может быть для россиян, когда все это закончится? Я думаю, все будет хорошо. Женя, спасибо вам за нелегкую, но такую интересную беседу. Спасибо вам большое. вы увидите, вы увидите на экране контакты группы «Точка невозврата», где смогут помочь приехавшим россиянам. о вас, дорогие зрители. Я призываю подписываться на аккаунты Евгении Болтатаровой. Я их оставлю и на мониторе, и вы увидите также их в описании к нашему ролику. Не забывайте и канал «Гиперборей». Ставьте и там, и там лайки, пишите коменты, делайте репосты, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о каждом нашем ежедневном выпуске. И всегда в конце каждого ролика и каждого интервью я выражаю вам искреннюю признательность за донаты, которые вы присылаете и которые помогают выходить нам в ежедневном режиме весь этот тяжелый, но такой интересный судьбоносный год. Коп-коп Рахмет. Огромное всем спасибо. Весбергемез, мы делаем гиперболей вместе. Донаты послать очень легко на номер телефона, на номера банковских карт Каспий Голд и Халык, на Каспий Пэй, перед вами на мониторе QR-код, который вы сканируете с помощью мобильного приложения Каспий, а зарубежные подписчики могут нас поддержать по системе переводов в PayPal. Все эти визиты есть не только на мониторе, но и внизу в описании к этому ролику. А я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сау Борисдар! Сау Борисдар!